Всем привет дорогие друзья! Ну что, все после потрясающего вечера среды проверили по-настоящему ли локомотив обыграл Байер или это вам только приснилось? Я лично первым делом полез и посмотрел действительно ли все так случилось, как я запомнил это вечером. Действительно локомотив обыграл Байер и это подарил нам фантастические эмоции. Но после Байера нас ждет российская премьера лига за РПЛ следует Кубок России и эти матчи не менее важны. Ну, наверное, Кубок России это не самый актуальный для нас сейчас турнир мы его буквально только в мае завоевали можно в этом году и дать другим порезвиться а вот российская премьера лига это важный турнир и сейчас такая плотность вверху турнирной таблицы то, что терять очки нельзя даже в матчах после Лиги Чемпионов в таких матчах, как с Оренбургом. Проблем выше крыши. Это третий уже подряд выезд причем мы сначала летели в Сочи из Сочи в Ливеркузен из Ливеркузена обратно в Москву из Москвы теперь в Оренбург это огромнейшие перелеты и, конечно, каждый из них сказывается на команде. И, судя по всему, после Байера здоровых футболистов больше не становится. Да, мы теперь знаем, что Хеллидес может играть, но Алексей Ворончук, например, даже не попал в заявку на Байер, поэтому, наверное, говорить о том, что он готов играть в матче с Оренбургом там 90 минут не приходится. Дай бог, он появится в числе запасных, выйдет на хоть сколько-нибудь минут и будет потихоньку возвращать свою форму, которая у него была до травмы, шикарнейшая форма. Алексей один из главных ведущих футболистов в этом сезоне. Без него в любом случае тяжело. Точно не поправится Антон Ворончук. У него очень тяжелые повреждения, перелом пятой плюсневой кости. Восстановление от такого повреждения может занимать и месяц, и два. А в особо тяжелых случаях и три месяца бывали такие прецеденты. Так что Антону здоровья, но на ближайшие матчи его точно не ждем. Есть вопросы по Саби Кверквеле, который вроде как играл тайм в матче со Спартаком Юрмалой, но при этом видно было, что кондиции его далеки от идеала. Поэтому, опять же, вряд ли можно ждать центрального защитника в матче с Оренбургом. В итоге получается то, что особо проводить ротацию у Семина даже и вариантов нет. Но что-то все-таки делать надо, потому что, на мой взгляд, ротация необходима после двух тяжелейших выездов. Что Сочи, в котором мы еле выиграли 1-0, что Байер, тяжелейший матч Лиги Чемпионов, в котором наши ребята оставили как физически, так и очень много эмоциональных сил. Это в любом случае скажется на матче с Оренбургом. Тем более, как сказал Семин, игра в 11.30 в воскресенье на синтетике. Очень велика вероятность, чтобы тот из футболистов, которые играли на днях в Германии, выйдя на эту синтетику, просто банально получит травму, как тот же Антон Веранчук или Алексей, надорвавший заднюю поверхность бедра. Лучше этого, конечно, избежать. Но что мы можем сделать в таких стесненных условиях? О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! На мой взгляд, самая главная позиция, которая требует ротации, это позиция крайних защитников. Ребята бегают весь матч, им нужно постоянно атаковать, им нужно постоянно защищаться. И у обоих наших крайних защитников, игравших в Ливеркузене, работы было выше крыши. Что у Влада Игнатьева, который как терминатор бегал по правой бровке и в атаке что-то пытался придумать, и в обороне был абсолютно непроходим. I'll be back. Что на левой бровке Мации Рыбусь, именно на него, наверное, легла большая часть работы во втором тайме. Ливеркузен постоянно долбил именно во фланг Рыбуся, и бегать Мацию пришлось очень много. В любом случае, оба наших крайних защитника потратили огромное количество как эмоциональных, так и физических сил. Я постоянно говорю про эмоциональные силы, потому что, на мой взгляд, это даже более важно, чем физика. Пробегать через два дня на третий, а в данном случае, наверное, даже, получается, у нас четверг, пятница и суббота будут на восстановление, ну, футболисты могут. И вряд ли будут с этим большие проблемы. А вот эмоциональные силы восстанавливаются гораздо тяжелее. И матч с Ильверкузеном был один из самых важных для нас. И все ребята, абсолютно все, я уверен, ну, может быть, за небольшим исключением там Крыховика и Хеведоса, которые испытывали вкус действительно больших побед. Один в Лиге Европы побеждал, другой в Чемпионате мира. Они знают, как готовятся к матчам после больших успехов. Но для большинства остальных футболистов победа в таких матчах это что-то новое. И как после победы в Лиге Чемпионов в настоящей Лиге Чемпионов не как в прошлом году против Галатасарая в пятом туре дома, а в первом туре на выезде против суперсильного соперника, как после этого готовиться к матчу в Оренбурге знают далеко не все наши футболисты. Я думаю, что таких меньшинство будет. Ну, просто банально происходит эмоциональное выгорание. Да, ты вроде делаешь то же самое, но не с той степенью концентрации, не с той степенью активности, как это было 3 дня назад. Невозможно переключиться после Лиги Чемпионов на Оренбург и действовать точно так же. Это не получается даже у сильных команд а-ля Барселона, Реал, Манчестер и всякие. Они тоже после важных матчей Лиги Чемпионов в следующий тур национальных чемпионатов проводят гораздо слабее. Это многократно подтверждено исследованиями. Насколько нужно обоих менять? На этот вопрос может ответить только тренерский штаб. Да, возможно, Владу Игнатьеву все равно, где играть. В Ливеркузине против Криштиану Роналду или в Оренбурге, да, условно. Возможно, для Мации Рыбусе наоборот будет полезно поймать эту волну. Он провел отличный матч и закрепить этот успех для Мации было бы хорошо. Тем более, что он достаточно много матчей пропустил до этого. На этот вопрос должен ответить тренерский штаб, но мне кажется, что как минимум одного из них все-таки стоит заменить. Тем более, что у нас есть Брайан Идову, который тоже достоин сыграть. Есть Дмитрий Живоглядов, которого купили этим летом. Ну и, соответственно, тоже нужно давать какую-то игровую практику. В центре обороны у нас играют Чурлука и Хеведас. Два достаточно опытных человека. И хотя Чурлука постоянно обижается на то, что его называют олдмен, стариком, периодически давать им отдых, это вполне себе здравая идея для профилактики травм, для того, чтобы они в каждом матче выходили с полным уровнем концентрации. Потому что то, что делал Чурлука в матче с Ливеркузином, это высший класс, высший уровень. Почему он не может так играть каждый матч в РПЛ, это большой вопрос. Но в РПЛ он периодически допускает какие-то грубые ошибки, а как он отыграл в матче Лиги Чемпионов, это просто, наверное, идеальная работа центрального защитника. Это происходит как раз из-за психологии, из-за того, что невозможно на матче Лиги Чемпионов и на матче в Оренбурге одинаково себя настроить, даже если ты вице-чемпион мира, как Ведран Чурлука. У нас есть кем менять центральных защитников, это Мурила и Кверквелия, но оба не то, что прям какие-то идеальные варианты. Мурила, как мы теперь знаем, это отличный опорник. В центре обороны он играет не так успешно. Саба Кверквелия, судя по всему, пока еще не готов. На предматчевой пресс-конференции Семен сказал, что появление Кверквелия в матче с Байером исключено. Ну, опять же, делаем вывод, то, что в 90 минут в Оренбурге Кверквелия отыграть будет не способен, значит, в стартовом составе его ждать не приходится. У нас есть большая проблема с опорной зоной. Наши два опорника, что Крыховик, что Баринов, повисли на желтых карточках. И если хоть один из них получает желтую в матче с Оренбургом, он автоматически пропускает игру с Зенитом. А с Зенитом нам нужны оба, и Баринов, и Крыховик. Соответственно, довольно логично было бы дать одному из них отдых. Крыховик у нас сейчас чуть ли не главная атакующая сила. Особенно пока нету Алексея Мерунчука. Его роль на себя взял именно Крыховик. Он бежит вперед, забивает мячи, отдает передачи. В общем, двигает атаку к воротам соперника. Без Крыховика играть с Оренбургом, честно говоря, мне страшновато. Без Баринова, честно говоря, тоже играть страшновато. Это тоже важнейшая боевая единица нашего состава. Но если выбирать между ними двумя, мне кажется то, что именно Баринов имеет гораздо больше шансов получить ту злосчастную желтую карточку, из-за которой он не сможет сыграть с Зенитом. Поэтому лично мне кажется, что было бы довольно неплохой идеей поставить либо Коломейцева, либо того же Мурила в пару к Джегушу Крыховику и посмотреть, как они будут играть. По Жуау Марио вопросов нету. Этому игроку нужно как можно больше сейчас играть, как можно больше налаживать связи, и игровой процесс пойдет ему только на пользу. Жуау Марио это тот игрок, который, наверное, 100% должен появляться в матче с Оренбургом, и это пойдет ему только на пользу. С двумя другими футболистами атаки, соответственно, есть вопросы, потому что у нас их нету. У нас есть Рефаджи Малединов, который, судя по всему, действительно уже наелся и устал. Он с каждым матчем все бледнее и бледнее смотрится именно в плане ускорений, обострений, забеганий по флангу. Мне кажется, ему нужна небольшая передышка, и у нас есть Роман Тугарев, который, скорее всего, его может заменить. И если мы рассматриваем схему 4-2-3-1, то у нас остается еще одно вакантное место. В матче с Сочи выходил на позицию под нападающим Эдер, когда Антон получил травму. И мне кажется, что это довольно неплохая идея. Эдер со Смоловым, то один впереди, то другой впереди. Они очень неплохо взаимодействуют. Эдер цепляется за мячи, Смолов тянет их. Наверное, Феде сейчас полезно на фоне отличнейшей игры в Германии немножко развить эту тему. И, наверное, с Оренбургом у него будут шансы для того, чтобы забить. А голы Смолову очень нужны, потому что, ну, есть ощущение, что он немножко не уверен в себе. И безголевая серия, очередная безголевая серия Смолова его тяготит. Итого, на Оренбург мне кажется, что мы вправе ожидать появления таких футболистов, которые не часто у нас сейчас появляются в основном составе. Это Живоглядов, это Брайан Эдогу, это Мурила, это Тугарев и Эдер. Ротация, даже по сравнению с матчем с Байер-Ливеркузен, вполне себе неплохая. Примерно пять позиций сменим, но остальные уж как-то на жилу должны дотерпеть. Тем более, что это как раз остаются опытные футболисты. Это Крыховик, это Чурлука с Хеведусом, это Гильерми, это Федя Смолов. Ну, футболисты, у которых многое за плечами и которые все-таки должны понимать, что матч с Оренбургом не менее важен, чем игра с Ливеркузеном. Но дальше за Оренбургом Балтика. И это тоже очень неприятный момент, потому что от Оренбурга до Калининграда, практически пол-России, если не больше. А потом нужно будет еще вернуться в Москву и играть с Зенитом. У Локомотива есть ресурсы для того, чтобы хорошо играть в российской премьер-лиге, но на кубок наверное должен все-таки лететь пол-второй состав. И там мы уже вправе видеть и Недведева или Коченкова в воротах, и Макеева, если он поправился, конечно, и Даню Куликова, и Рома Тугорева уже в обязательном порядке, ну и вообще всех тех ребят, которые мало играют и того же Идову, и того же Мурила, мы должны видеть обязательно, как и собственно может быть стоит взять какого-нибудь Сулейманова или еще кого-то из Казанки привлечь, для того, чтобы ребята почувствовали вкус большого футбола. Еще раз говорю, да, мы только-только недавно выиграли кубок, и сейчас, наверное, имеем право не выставлять прямо уж такой основной состав после Балтики Зенит, и это едва ли не ключевой матч первой части чемпионата, все напоминает двухгодичной давности чемпионат, который стал для Локомотива успешный, тогда тоже был сумасшедший график у Локомотива, и был краеугольный этот матч с Зенитом, правда, тогда в Питере, сейчас дома, на который Локомотив вышел как на последний бой, одержал победу 3-0, после чего открыл себе путь прямой к золотым медалям. Локомотиву и это уже многократно подтверждено, чем хуже, тем лучше. 4 выездных матча подряд, отлично, заверните, мы с каждым матчем будем играть только сильнее. Травмы, здоровье пацанам, но всегда найдется тот, кто начнет играть на 146% гораздо сильнее, чем мы вообще могли об этом подумать. 2 года назад неожиданно великолепным форвардом стал Джефферсон Фарфан. Сейчас мы видим, с какой стороны открывается для нас Гжегаш Криховик, который и сзади, и впереди, и забивать, и отбирать, и заводить партнеров, и что-то тренерам подсказывать. Это все Гжегаш Криховик, который еще недавно казался просто ограниченным разрушителем, когда мы его переманивали из Англии, из ПСЖ, но сейчас это просто наверное сильнейший футболист РПЛ. Если бы мне перед этими четырьмя матчами, которые Локомотив проводит на выезде подряд, сказали то, что Локомотив одержит победу в Лиге Чемпионов, и наберет три очка в одном из матчей РФПЛ, я сказал бы да, отлично, пускай там с Оренбургом будет ничья, пускай с Кубком и вылетим, отлично, главное, что есть победа в Лиге Чемпионов, главное, что как минимум три очка в РПЛ мы завоевали, это действительно суперсложный график, и я горжусь ребятами, что они его выдерживают, но теперь хочется большего, и мне кажется то, что эти ребята могут, даже не играя на 100%, а игру на 100%, я от них даже не ожидаю, я практически уверен, что это будет очень тяжелая игра, в которой Локомотиву будет страшно тяжело, и минимальное количество моментов будет у нашей команды, зато в наши ворота наверняка Оренбург будет что-то создавать, ну, это чистая психология, и я жду именно такого сложного матча, но у Локомотива появилось именно то, чего я так долго ждал, и чему я очень завидовал у ЦСКА, это психология победителей, они теперь знают, что они сильнее, они могут побеждать практически в любом матче, какой бы соперник против них ни был, а тем более, если это соперник из российской премьер-лиги, они играют максимально надежно, они знают, что у них будут шансы, надо этими шансами просто воспользоваться, и имея такую психологию, я думаю, что наши футболисты должны все-таки добиться успешного результата, как минимум в Оренбурге, ну, а если они еще и в кубке пройдут дальше, так это будет вообще сказка, в общем, верим и болеем за наших, матч уже совсем скоро.